Здравствуйте, с вами Снова Клуба, это обзор патча 5.17 и также ход фикса, который был 26 августа. Перед этим я бы хотел сказать пару слов. Меня очень удивил этот патч. Он меня удивил тем, что совершенно нет никаких изменений, которые глобальные. То есть есть изменения точечные по персонажам, но опять же нет небольших нерфов, хп-итемов и может быть апов, армора-итемов. Но посмотрим, что будет в патче 5.18, как-никак финала сезона, будут именно на нем. А в таком состоянии игру лучше туда не засовывать. Окей, Дариус. Очень серьезный баф лейнинга. Во-первых, ему бафнули демедж ску. Баф не очень серьезный, как-никак 20-100 стал 40-160, это не какое-то там сверхъестественное значение, но в любом случае приятно. Но что самое важное, увеличили хилинг. Был 10% потерянного здоровья за каждого чемпиона, которого вы ударились, максимум в 30%, теперь 15% и тот же максимум. Это означает, что лейнинг за Дариуса и вот этот вот, когда противостоишь ганкам, когда тебя ганкает, знаете, на 3-4 ловле, Дариуса убить очень сложно. Если Дариус идет в хп, его убить практически невозможно. Ну, по крайней мере, если у вас нет сексаммлеров и ульт. Еще, кстати, не давите Дариус, это плохо заканчивается. Скарнер. Перед тем, как сказать кое-что по Скарнеру, меня очень много обвиняли, что вот, дескать, Коутон, ты сказал, что Скарнер это ужасный персонаж, ужасная механика, а у Скарнера там 60% винрейт. Я не отказываюсь от своих слов, я считаю, что Скарнер это просто блевота. То, что сделали с персонажем, это ужасно. Вот эти вот кристаллы, вот эта вот механика стана с Ешки и так далее, это просто ужасно. Не надо путать, механика Скарнера ужасна. Но, то, что ему сделали с Ешкой, имеется ввиду вот эту вот дисбалансность станов с демиджем при раскачке. Там, если вы попадаете по двоим, кулдауна на Е практически нет. Нет, это Броуком механика. То есть, персонажи сделали просто Броуком, теперь его будут нерфить, и он станет куском дерьма, который вообще никогда пикать не будут, потому что персонаж кусок дерьма. Ну, окей. Во-первых, ему уменьшили Moment Speed, базовый атак демидж, уменьшили щит. Вот здесь я, кстати, не согласен с этим нерфом. Я согласен с нерфом вот этим вот, что 14% максимум хп. А я не согласен вот с этим, что в Орлигейме понерфили щит. Я считаю, что нужно было сделать от 12 до 14. То есть, вот такого плана щита ему нужно было делать, а не нерфить просто так, знаете, по процентику за лаву скинуть. Это плохое изменение и не очень правильно, потому что в Орлигейме Скарнера я не могу сказать, что за счет щита безумен. Он за счет Ешки безумен, который тоже понерфили. И понерфили, во-первых, кулдаун на одну секунду. Это очень серьезно, потому что Скарнеру быстро собирают кулдаун редакшн, ну то есть 40%. Плюс к этому Е максят. И за счет этого вот эта секунда кулдауна будет очень сильно заметна. Плюс к этому, понерфили демидж с Е. Был 40-108, стал 140-140. И дополнительный демидж, когда вы взрываете стак, был 25-125, стал 25-65. Почему они это сделали? Потому что по логике Riot Games Скарнеры должны максить кул. Будут ли Скарнеры максить кул? Нет. Лично как я это вижу? Или будут продолжать максить Е, или же будут максить Е до 3-4, а потом переходить на кул, когда у вас уже появится бонусная АД, чтобы лучше себя чувствовать. Смысл такой, что Скарнер едет на законное, и винрейт его падает с каждым днем, и скоро этого персонажа вы в своих играх не видеть не будете. Окей. Патч... Ух ты, куда это я переверну? Патч 5.17. Очередной нерв Скарнера. Опять же, персонажи хотят добить. Хотя вот этот нерв мне очень повеселил, в том плане, что он сделан очень странно и хитро. То есть, вначале бонусный movement speed был 100 на всех левелах, стал 7-120. То есть, в early game понерфили бонусный movement speed, который вот именно ему в early-то и нужен. В late 100 или 120, разницы никакой, потому что у вас будет импрованутый ботинок. И так и, знаете, потом... Ну, вот этот нерв серьезный, а вот эти два бесполезные. То есть, был бонус на dark speed 48-150, стал 43-160. То есть, в late вы 10% вообще не почувствуете, и в early game вы эти 5% также не почувствуете. Но, опять же, небольшой нерв в early game. И он восстанавливает теперь не 3% максимально мана, а 2% максимально маны. Смысл в том, что вы этого также не почувствуете, потому что Скарнер все равно в лесу, а сидит на фулл мане, и как-то... Что 3%, что 2%, разницы никакой нет. Так что, оттянили такие, знаете, вот эти два бесполезных изменения вот от реального нерфа. Окей. Азир. Очередной нерв. Ему понерфили movement speed. Теперь он будет бегать со скоростью ощупленной курицы, то есть тяньеве. 325 самый низкий movement speed в игре. И теперь куни может 2 раза ударить. То есть, если вы подали сначала одним солдатом, потом другим, там наносился дополнительный демп. Теперь такого не будет. Нерф Азира вроде это седьмой подряд. Ну, я думаю, мы будем видеть еще нерфов. Парочку. Барт. Вот это изменение меня очень удивляет в том плане, что Барда боится строгать. А-ля ему бафают magical journey. То есть, вот это вот, когда через стенки он пролетает, да, с командой. Было 20-16 секунд кулдаун, стал 18-14. И также бафают на кос на V. Был 100-120, стал 90 на всех лавах. Смысл в том, что Барда не пикают. То есть, Барда не пикают нигде, кроме там, супер лоуэлла, то есть, а-ля там, сильверголд и супервысокого элла. Но, по интересной статистике, на супервысоком элла, когда пикают Барда, это плохо заканчивается для команды, в которой Барт. Барт, лично я считаю, что этого персонажа не спасет ничего. То есть, у него просто ужасный скиллсет. И Riot Games могут думать, думать, думать и так далее, пытаться что-то с ним сделать, но скиллсет у него просто блевотный. Пока Барду не сделают какую-нибудь механику, знаете, а-ля Скарнер, там, уменьшит кулдаун на кул на 3 секунды, то Барт гиперполезным не будет. В общем, я недовольен Бартом. Хотя, на про-уровне его иногда пикают. Например, на Китае его пикают, хотя тоже с очень плохим результатом. Ок. Darius теперь восстанавливает манус В, остальное это просто Тулти поменяется. Draven теперь оповещает свою команду на 150, 250, 350 и так далее стаках, что вот у меня есть стаки, пожалуйста, помогите мне получить их. И также теперь он говорит, когда, ну, в общем, он эти стаки снял в своей же команде. Плюс к этому Draven получает плюс, ну, один дополнительный стак, если он убивает 6 мининов подряд, не потеряв топора. Ну, небольшой баф Draven, Draven сейчас пикают редко, хотя я знаю, что вроде на американском ЛКС я его не осмотрел, там Draven выиграл игру буквально там одним критом. Draven полезный, вы не думайте. Просто он рандомный, и Draven нужно мейнить. Поэтому, ну, баф есть баф. Физ. Вот это изменение мне нравится, хотя мне не нравится то, что ему понерфили Trinity build. Мне нравится, что ему понерфили атак Speed build. Вот это мне нравится. Но сейчас я прочитаю, что здесь происходит. То есть увеличивают Ability Power Rate на Q, увеличивают Ability Power Rate на V. А 4 стабилити Power нужно, чтобы теперь был такой же дэмэдж, как был при замахшенной V. Но уменьшают он Hit Damage с V. То есть, одним словом, вот это изменение V, это нерв Devourer. То есть, это чистейшей воды нерв Devourer или Botrack Builder. То есть, нам говорят весьма конкретно. Мы не хотим видеть Devourer и Botrack Fizz. Окей. А вот это изменение мне не нравится. Причем не нравится очень и очень сильно. Теперь его ульта увеличила на 20% весь дэмэдж, который наносил Fizz. Ну, кроме True Damage. Теперь она не увеличивает физический дэмэдж Fizz на 20%. Это нерв не Devourer. Это нерв... Ну, естественно, это какой-то там небольшой нерв. Это нерв не Botrack Fizz. Это нерв именно Trinity Fizz. И вот это вот мне не нравится. Я считаю, что Trinity Fizz это классная задумка. То есть, если бы они сделали только вот это изменение, то есть, вот так вот, я бы был не против видеть Fizz, например, которые собираются в гибрида. То есть, первым слотом собирается Тринька, после этого собирается, например, Нэш Артуз, то есть, на Cooldown Reduction. А после этого идет своеобразный танкобилд через релай, да? То есть, мы видели очень похожие билды от Huni на очень финалах европейского ЛКС. И это мне нравится. То есть, я считаю, что этот билд был бы крутым. Он бы был посильнее в лейтгейме, но он бы был послабее в Орлигейме за счет нервов. Они убивают Trinity Fizz. И зачем они это делают? Ну, непонятно. Сейчас, одну секундочку. Сейчас. Ну, заложил немножко. Окей. Одним словом, баф АП физа, нерв АД физа. Генпланк. Еще один очередной нерв генпланка, это уже вроде второй. Я не считаю, что этот нерв какой-то сверхъестественный, хотя я не меню генпланка, поэтому мне сказать сложно. Делай между костами, в общем, боджик увеличился на 0,25 секунды. Ну, нерв есть нерв. И уменьшили Armor Penetration от 60% до 50%. Теперь можно на физа, точнее, можно на генпланка собирать Last Whisper. И то не особо нужно. Является ли это нерв, который станет каким-то геймбрейкинг для ГП? Нет. Является ли это нерв, который, может быть, его немножко ослабит? Да. Тем не менее, я не считаю, что в соло-ку ГП это хороший пик. Во-первых, генпланк очень сложный. Многие считают, что ГП это очень простой пик, потому что ты кинул бочку. Там, кинул вторую бочку, она подорвала ее, сделал вот эту комбу и ваншотнул всю вражескую команду. Проблема в том, что генпланки, которые играют на Челленджере или Мастере, они вроде как полезные, но вроде как играют как говно. Потому что у ГП дохрена различных комп, о которых генпланки даже не знают. То есть, с резетами пассивки, с различными байтами, с различными проками через стенки и так далее. У генпланка очень много фишек, которых большинство игроков, которые пикуют генпланка, тупо не знают. И то, что Рита начинает нерфить ГП сейчас, когда он еще не набрал безумную популярность, это хорошо. Тем не менее, в Солоку я бы хотел видеть ГП побольше, потому что это весело, когда там проходят криты на тысячу по вражеской команде. Ну или по твоей команде. Это довольно-таки весело. Плюс мне нравится вот эта механика, что ты можешь ГП сбить бочку. Это тоже круто. Нервгарно, мне казалось, что они хотели сделать, имеется в виду Riot Games, хотели это запихнуть в Hotfix, который был 26 числа, но почему-то не запихнули. Уменьшили базовый movement speed, уменьшили movement speed с Q и изменили tooltip R. Теперь вы будете лучше понимать, сколько вы нанесете дэмэджа. В плане дэмэджа не изменилось ничего. Одним словом, это нервгарно является геймбрейкинг. Это нервгарно нет. Гарон как раз из джаггернаунтов мне нравится больше всего. Я считаю, что он сбалансирование всех. В том плане, что у него весьма посредственный дэмэдж, если вы не дамажите злодея, так сказать. А вот когда вы дамажите злодея, он это злодей ваншот. Это прикольно. Я считаю, что реворгарно был из всех реворгов лучшим. Они не сделали какого-то дисбалансного мутанта, который убивает всех и вся за одну автоатаку, типа привет, Мордекайзер. Но сделали весьма хорошего такого персонажа. Вот именно не убили механику старую Гарна, у него такой же плейстайл, но сделали его сильным и более-менее интересным. Нерв Грагаса. На мой вкус, слишком поздно они это сделали. Грагас очень сильно втирает популярность. Очень и очень сильно. Сейчас вообще в целом вот эти вот... Я даже не могу назвать танка джангера. А скорее Грагас это более такой орлигейм джангер. Потому что сейчас на Грагаса в корр билде засовывают Абисал и пытаются играть таким, знаете, все же, ну, третьим или четвертым слотом полу-керри Грагасом. Но то, что они нерфят орлигейм лесника, для меня очень большая загадка. В общем, уменьшили дэмэдж свой. Был максимальный дэмэдж 8-12, стал 8% на всех рамках. То есть, да, орлигейм, учитывая, что сейчас максится на Грагасе Q, потому что лес, он не особо зачищает, это не очень большой нерф. Но нерф есть, нерв. Нервы джанны. Теперь минимальный рейндж Q уменьшили, но увеличили рейндж за каждую секунду настакивания. Если вы на полностью настакали Q, то рейндж станет чуть-чуть побольше, но разница какой-то, в общем, не очень большая разница, одним словом. Хотя, именно вот, если вы инстантом используете Q, это нерф. И нерв также скейлал на ульту. Был 1,8 за 3 секунды, стал 1,5 за 3 секунды. Вы также это вряд ли почувствуете, хотя нерв есть нерв. А вот это изменение, с которым я тоже не согласен. Почему я не согласен с ними? У джакса монокост на E увеличился с левелом от 70 до 90. Теперь увеличивает монокост с 50 до 90. Это означает, что даже никакой задумки максить E быть не может. Теперь E выгодно оставлять на единичке, потому что на единичке у него скейла 50. И вы скажете, послушай, ты что, дурак, что ли? За джакса все равно максили сначала V, потом Q. Если вы стояли против рейнджа персонажа, то в некоторых случаях максили Q, а потом V. Ну, и вот здесь вы не правы. Потому что в некоторых случаях выгодно было максить сначала Q, а потом E. То есть в очень редких случаях. Иногда можно было вообще максить E, если вы стояли против долбанутого автоатакера типа Фиора, и у вас были гигантские проблемы. То есть тупо ради вот этого кулдаун редакшна. Теперь вот эти вот случаи, когда очень редкие случаи, когда вы имели смысл максить E или там брать E на 2 на 3, но они еще сильнее убиваются. Теперь вернемся с планеты Макса E на планету Земля, где E никто не максит. Это баф Джакс. То есть это серьезный баф Джакса. 20 мана коста для персонажа, у которого единственная проблема на линии это мана. Если бы у Джакса проблем с маной не было бы, Джакс бы был просто монстром, мутантом и убийцей всего и вся, ну это хороший баф. Станет ли Джакс популярен на топлейне? Нет, не станет, потому что Джакс уже популярен на топлейне. Джакс, по крайней мере вот сейчас играя там на смурф в аккаунте, я его встречаю крайне часто. То есть на высоком эло Джаксы тоже бывают, но не так часто. Окей. Нерф вешки, пассивка. Теперь кулдау не 6 секунд, а 10 секунд, то есть дополнительного дэмэджа. И также по нерфе ли они стартовый дэмэдж, если вы не максите. Был 12-20, стал 10-20. Насколько я знаю, на калисте максит или первым Q или первым E, я вот сейчас честно скажу не уверен. Потому что когда калисту только вышло, все максили фиг знает что подряд. То есть одним словом, вы будете максить последним, насколько я знаю. И это будет нерф и дэмэджа, и кулдауна. Нерф. И также увеличили кулдаун с ульты. Был 90-60, стал 120-60. Стало ли калисты бесполезной? Нет. У него слишком больная механика вот этих вот прыжков и прыжков. Хотя сейчас считается, что калисты стало послабее в лейтгейме. Потому что сейчас играется очень много через войну и через тристану. Которые являются более жесткими в хардкере в лейте. Не знаю, мне кажется, калисты была сильная. И он, например, на челленджере постоянно банит. Вот это изменение, вот это изменение, с которым я вообще не согласен. Я считаю это тупейшим изменением. Был кулдаун на В, 16-12, стал 12 на всех рангах. Я считаю карму одной из сильнейших саппортов. Я не понимаю, почему Riot Games в целом ее трогают. Карму пикали на UGM. Карму пикали на китайском чемпионате как саппорта, не как лейнеры. Вот это вот изменение, они уменьшают кулдаун В. Учитывая, что В максится последним. И теперь его вообще смысла максить не имеет никакого. Ну, как-то, как-то перебор. Это даже в плане топ-лейна стало гораздо интереснее. Потому что теперь вы можете гораздо чаще подхорашивать, подхорашивать спокойно. Ну, я не уверен. То есть, я не уверен, что этот баф ей нужен был. Если уж ей нужен был какой-то баф, то это должен был быть нерфу баф. То есть, уменьшить базовый демэдж скул, например, на 20, но увеличить скейл. Потому что скилл-то у кармы не самый жесткий. Ну, в общем, посмотрим. Может быть, теперь мы будем видеть одних карм саппортов. Лично мне карма саппорт нравится, гипер нравится. Баф Q, серьезный баф. Был мана кост 50-90, стал 50-70. То есть, учитывая, что Q максится вторым, в любом случае, это нерф моно-костов в мидгейме. А у люксы маны никогда не хватает за счет того, что на E как раз моно-костовы люксы просто безумны. Плюс к этому, Q, когда попадает по второй цели, наносит 100% демэджа и 100% рут дюрейшн. Это очень сильный баф early game для, ну, не early game, а скорее лейнинг фазы для люксы. Ну, и вы не думайте, в тюмфайтах это тоже приятно. Это серьезный баф люксы. Хотя, лично я считаю, что бафать люксе нужно было немного другие вещи. То есть, во-первых, люксе, на мой вкус, нужно было бафать моно-кост именно на E, потому что у нее в плане лейнинг харасса, ну, не очень все хорошо. Мана заканчивается без синего. Если начинать люксу прессовать, то она тоже с трудом роумит, с трудом отпушивает без использования ульты. И в этом плане люкса была не лог. Ну, посмотрим, может быть, люксу начнут пикать вообще бесперерывно, и это станет сильнейшим персонажем. Посмотрим. Очень, очень серьезный нерф ульты. Маука был кулдаун 40-20, стал 60-40. Теперь это не ульта, которую можно за тюмфайт, например, заюзать два раза. Теперь это ульта, которую можно за тюмфайт заюзать только один раз. Если вы неправильно используете ульту, ваша команда говно будет. Например, вы неправильно используете ульту на миде, вражеская команда пошла на шор, и у Маука ульты нет. Одним словом, это серьезный, серьезный, серьезный нерв. Изменится ли что-то в саллоку? Скорее всего, да. Изменится ли что-то на про-уровне? Вот здесь я уже с трудом говорю. То есть, мне кажется, что ни хрена на про-уровне не изменится, потому что на про-уровне, если вы просирали ульту в никуда, вас за это наказывали. Теперь, ну, вас теперь точно накажут. Окей, вот, вот, в общем, был баг на ку, что дабл-страйк и девау, и, ну, дополнительно автоатака с девауэра не уменьшала кул-даун ку. То есть, теперь эта хрень будет уменьшаться. Уи стал еще сильнее в плане гиперкерри, то есть, еще сильнее стал девауэр уи. Но, когда речь дойдет до терлиста, я вам кое-что другое там скажу про уи. Тем не менее, уи стал гораздо сильнее. А Ноктюрн, паранойя, 23500 был рейндж, 2500-4000 стал рейндж. Это очень серьезный баф Ноктюрна. Очень-очень-очень серьезный баф Ноктюрна. За него станет гораздо проще и в Орлигейме ганкать, особенно вот ботлейн, знаете, с линии подходишь, гораздо проще. Насколько я помню, это вообще откат. Вот, я уверен, это откат. То есть, когда-то были вот именно такие рейнджи. Или же даже еще больше были. И это баф Сплит Пуш Ноктюрна. В общем, это серьезный баф Ноктюрна. Ноктюрн стал гораздо сильнее. А Пантеон бесполезный баф. Совершенно бесполезный баф. Полное говно. Базовый атак Спид 0625 стал 0644. Маразм. Это совершенно не то, что нужно Пантеону. Совершенно не то. А Рексай. Теперь не дает 15 бонусной раги, когда вы закапываетесь. Или как-то так. Ну, точнее, после закапывания. Вроде вы делаете первую автоатаку. Она выносит 15% бонусной раги. Перевод такой. Небольшой. Совершенно небольшой. Нерв. Орлигейма за Рексая. И я не уверен, что это нерв, который вообще Рексая был нужен. Хотя Рексай, да, сейчас такой один из немногих орлигей лесников, которые играбельны. Нерв Шена. На самом деле, это нерв Саппорт Шена. То есть, я не думаю, что это как-то повлияет на топ-лейн Шена. Уменьшили немного хелсереген. Окей. Как-то пофигу. А вот для Саппорт Шена, который Ешку, точнее, максит не Ку, а Е, это серьезно. Потому что уменьшили хелсереген, читайте, в два раза. Был хелсереген 2, 7, 3, стал 1,5. Ну, в зависимости от левла. За Саппорт Шена максит Е. То есть, там, раскачка вроде идет. На первом Левле берется Е, на втором Ку, на третьем опять Е. Ну, в общем, такого плана. Хотя, наверное, на третьем В берется. Очень максит Саппорт Шена Е, и, естественно, это нерв Состейна на линии. На топ-лейне я не думаю, что будет какая-то разница. Потому что Шена, если начинает разжираться, то ему на этот Состейн Ску пофигу. И вообще, задача Шена не особо стоять на лейне. Пытаться зафризить лейн или, наоборот, забулить лейн, а потом тпшнуть все же. Ну, тпшнуть, ультануть на бут-лейн. Окей. Нерв Саппорт Шена. Там Кенч. Вот это изменение меня очень удивляет. Я, кстати, не знал об этом изменении, честно скажу. Я потом, в общем, в Википедии читал. Оказывается, пассивка, ну, знаете, типа три крабика, которые нацелены, она работает следующим образом. Когда вы используете Ку, пассивка длится 7 секунд. А когда вы делаете автоатаку, она длилась 5 секунд. Вот я, например, этого не знал. А теперь всегда будет 7 секунд. Но это нерв. Тьфу, и точнее, это серьезный баф Там Кенча. Плюс к этому вы теперь можете выкидывать вражеских чемпионов чуть подальше. Вот это, кстати, я считаю, что это баф. Баф и нерв такой своеобразный, потому что иногда вы хотели выкинуть как можно ближе, чтобы инстантом использовать кушку по нему. А так у него будет, скорее всего, время от флеша. Здесь нужно уже тестировать. Но то, что бафают Там Кенча, для меня это очень удивительно, потому что я считаю, что Там Кенча самый broken support. Например, мне недавно Там Кенч сделал бурст, я играл за лисинок. Он мне бурстанул, там было как. Он использует меня Q, автоатаку, автоатаку, Вэшку, жирает меня и использует Q, это мне снесло в районе 1800 хп. То есть это фул саппорт Там Кенч. У него Вэшка, он меня выплюнул на 950 дэмэджа. Ну, и его бафают. Ну, в общем, я не уверен, что я доволен и сейчас на этим изменениям, и этим бафом Там Кенч. Окей, go next. Баф в пассивке Ви был 18-13-8 секунд. Теперь это будет довольно медленнее, так сказать, уменьшаться значение. То есть 18-17, но вы видите. Одним словом, это баф Ви в плане зачистки леса, в плане тимфайтов, до вот как раз 12 лавла. То есть на 12 лавле кулдаун уже не уменьшается. Является ли это бафом, который нужен был Ви? Нет. У Ви проблема в том, что она не создает прессинга совершенно. У нее нормальная зачистка леса. Она нормальная. Да, это приятно, что кулдаун на щит будет. Это приятно, что в тимфайтах, может быть, вы щит разрядите. Но всем пофигу, потому что вида этих тимфайтов, как правило, сейчас не доживает. Особенно на высоком элло. Ее закончили пикать, когда ей опять понерфили ульту. В очередной раз понерфили ульту. Она просто не создает достаточного прессинга в роли гейме. Многие пытаются ее собирать через 2 лавра. То есть они нихрена не делают до 6 лавра, а потом они пытаются стакать 2 лавра и становятся еще бесполезнее. Многие пытаются ее играть через вориор. У нее недостаточно выживаемости и прессинга. В общем, если вы хотите играть на V, я бы, наверное, все равно брал вориора или уже на крайняк Синдерхалк Блэк Ливер. Хотя V сейчас это очень плохой пик. Вот это изменение очень меня веселит. Это своеобразный нерв прокаста за Z. Был очень крутой прокаст, когда вы использовали Q. Для этого нужен был сумасшедший пинг, сумасшедшая скорость R. Вы использовали Q в ту секунду, когда у вас проходила анимация Q. То есть вы еще даже его не использовали. Вы кидали V вперед, не вбок, не вбок, только вперед это можно было делать. И у вас вылетал шурикен спереди, ну то есть из тени. Среагировать на это было невозможно. Это была супер быстрая комба. Она была, ну и по аналогии это был, считайте, Q флэш только через тень. Иногда, правда, это не работало, опять же, из-за бага. Теперь это, ну, одним словом, пофиксили. Но в любом случае, если вы очень круто играли за Z, это нерв. Вот здесь довольно-таки интересное изменение. Сейчас я найду его. А вот, Зики, оказывается, давал 250 хп вместо 250 маны. И окей. Я вообще, я не знал такого. Что так происходило. Оказывается, Зики был еще сильнее, чем я думал. И надо было его собирать даже на джангеров. Окей. Вот эти изменения здесь уже неинтересны. Здесь никаких серьезных нет багфиксов. Окей. А гоу патч... Послушайте, мне реально надо поменять терлист. 5.13 здесь. Естественно, это патч 5.17. Окей. Измене немного в терлисте. Почему эти изменения вообще есть? Я немного поменял свое мнение в целом о терлисте и в целом о том, как его, наверное, надо составлять. В чем изменения? Я считаю, что сейчас очень важно такое понятие, как эрлигейм. Потому что очень большое количество игр выигрывается. Чем выше Элла, чем выше, заметите, Элла, выигрывается в эрлигейме. А разница между игрой на вот голд-сильвер и разница между игрой там в мастере заключается в том, что в мастере люди, если проиграли сильно эрлигейм, они или просто встают в ВФК, или они сорендят на 20-ый, или они просто автоматически проигрывают там, когда их запушат. Когда вы играете там на голде и сильвере, эрлигейм не так важен, но все равно также создает проблемы для вражеской команды. Из-за этого я очень сильно изменил тирлист вот именно в плане эрлигейма. Джангл. Я переместил Еву и мастеру из Гатиры в Тир-1. В случае с Евой я считаю, что она просто стала слабее за счет нерфа Ешки. Плюс к этому, вот с этими всеми хп-ейтами, от которых Ева вроде как скалируется, но не скалируется хуже, чем какая-нибудь там Шван или какой-нибудь там Лисин-Ксин, но она стала послабее. Это очевидно, что она должна была стать послабее. Является ли она сильным пиком? Да, потому что она собака невидимая, бегает по карте и всех убивает. И я переместил мастеру, потому что, опять же, он не может быть Гаттер пиком. Вообще, Девауэр персонажей, на мой взгляд, Тир-1, точнее Гаттер пиком им быть не могут. Они очень сильные, но этим сволочам нужно настакать. Пока они стакают, есть шанс, что они проиграют игру. Вы не думайте, мастеруя его в этом патче еще бафнули. Может быть, он станет вообще персонажем, который автоматически, попадая в игру, выигрывает игру. Но, тем не менее, я считаю, что Девауэр Джанглер это не Гаттер Джанглер. Это Тир-1 Джанглер. На них выигрывать сложнее, чем на Гейм Лесниках. В Гаттере, очевидно, осталась Элис. Потому что Элис, она просто дисбалансная. Она слишком сильная. Коко на 1,6 секунды создает неадекватный прессинг в Орли Гейме. Все. Плюс к этому, она очень хорошо, на удивление, скалируется от Стерека. Потому что у нее не хватало выживаемости. И теперь со Стереком 5-6 слотом у нее выживаемость получается очень прилично. Потому что Стерек, если так подумать, это вообще лучше Девслот. Когда вы собираете там на 3500 хп, он дает слишком большой щит. В Тир-1 я хочу поговорить о Лесине. На мой взгляд, Лесин, опять же, это персонаж, который никогда не будет в Гаттере. Ну, если, конечно, его не бафнут до состояния вообще неадекватности. Просто потому, что у него такая механика. Он слишком сложный, чтобы за него выигрывать 100% игр. Он слишком сложный. То есть, а-ля, даже если вы хорошо отыграли Орли Гейм, вы можете начать допускать ошибки. Потому что людей, которые не допускают ошибки, не бывает. А Ноктер, его бафнули в этом патче, но до Гаттера он не дотягивает. Его, кстати, очень сильно бафнули вот эти вот все изменения итемов. На нем прекрасно сидит Блэк Кливер. На нем прекрасно сидит новая гидра. Стерек прекрасно сидит. Вот этот вот Deadman's Plate на Ноктере сидит просто божественно. Но все равно не Гаттер. Сильный персонаж. И я убрал из Тирлиста Рингора, потому что, ну, черт подери, он слишком плохо себя чувствует в Орли Гейме. Топ Лейн. Изменений нет. А, нет, вру. Я Маукаев переместил из Гаттера в Тир-1. Это был серьезный нерв по Маука. Я добавил Александру, но вполне возможно, что Александра будет в Гаттере. У Александры проблемы против Фьоры. У Александры проблемы были против Физа, которого, кстати, в этом патче понерфили. Но Александра себя хорошо чувствует против различных Джаггернаутов. Ее очень сильно бафнули в плане ульты. Она очень хорошо скалируется как топ-лейнер в лейт по сравнению с какой-нибудь Рейлей. У нее есть кэри потенциал, у нее есть ром потенциал. Она прекрасно скалируется от ТП. Одним словом, Александра вернулась в мету. Александра сильная. И АП мид, опять же, уделю здесь небольшое внимание Александре. Александра очень сильная. В плане остальных персонажей я не думаю, что я хочу как-то что-либо менять. Все вот здесь правильно написано. В АД кэри я переместил Сивер и Ашу из... Вот Ашу что-то не переместил. А из тир-одинов, тир-полтора, потому что, на мой взгляд, их стали гораздо реже пикать. И в целом в мете Джаггернаутов они стали себя чувствовать хуже. Хотя Аша со своим энгейджем приятные. Просто если в нее прыгает Гарон, у нее эскейп это толком и нет. И в этом плане не так все приятно. Я добавил Мордекайзер, хотя лично я видел Мордекайзер как АД кэри только в двух играх. Но я знаю, что его пикают на Челленджер Элла и пикают его успешно. У него очень жесткая вейнинг фаза. Он берет 6-й левел, когда у вражеской команды 4-й левел. Если вы его жестко не знали, не заганкали, Мордекайзер выигрывает игру. В Гатире все еще остается Корки, а остается Вейн. На мой взгляд, это сейчас просто сильнейшие персонажи. Ну, в плане АД кэри. И вполне возможно, со временем туда будет добавлено Тристана. Потому что на про-уровне и на высочайшем Элла Тристана пикается практически в каждой игре. И практически в каждой игре она делает квадры, пентакилы. Тристана сильная. Последний баф ее затронул хорошо. В саппортах. Карма, баф, серьезный баф. Является ли карма соло-линией? Ну, персонажем на соло-линии нет. Я так не считаю. Я засунул в Гатир Там Кенча. Я считаю, что Там Кенч за счет своего неадекватного дэмэджа слишком силен. И дополнительно я бы хотел сказать немного о Нами, Джане и Луну. Нами была бафнута в патче 5.16. Популярности это не придало. Хотя я ее пару раз уже видел. Нами сейчас сильная. Мне очень нравится Нами как персонаж. Джанна и Луну посредственные. Вот сейчас они довольно-таки посредственные. Вот эта вот мета джаггернаутов наоборот их понерфила. Хотя я думал, что нет. Они станут лучше. Почему? У них не хватает контроля. То есть, если у Луну есть прекрасная ульта, а если у Луну есть прекрасное замедление и хекс, но у Луну лучше сейчас, вот именно если вы хотите пикнуть Луну для сейва от и кэри, вы должны пикать Луну на мидлейн, чтобы она разожралась. То есть, чтобы у нее было там 500 Абилити Пауэра и Капкулдаун Редакшна, и чтобы она нормально шелдовала какую-нибудь Войну и Тристану, шелдовала, ультовала и создавала этим прессинг. Саппорт Луну просто недостаточно этого делает. Но если саппорт Луну разжирается и собирает Абилити Пауэр, то она очень сильна. Джанна, ну вот последний нерв, плюс вообще мне кажется, от Джанны немного отходит мета, хотя вот на, опять же, на про-уровне ее иногда пикают. И я засунул зиру и велку с тир-1 в тир-1, считаю ли я, что они стали слабее? Нет, просто на мой взгляд, лучше вот таких вот АП-персонажей держать в тир-1, а не в тир-1. Меньше будут пикать люди, то есть, которые, например, даже посмотрели мой тир-лист, а в своих играх вообще не умеют играть в Азире и на Велкозе. Персонажи очень сильные, очень сильные как саппорты. Они прекрасно скалируются от этих вот всех итемов, там, Леандри, Релая. Но, если вы на них играть не умеете, вы не будете на них полезными. Ну, в принципе, все. Небольшое будет обновление в тир-1, точнее, не в тир-1, но, в общем, где-то через дня 3-4 я запишу еще одно видео, и там я уже буду говорить о тир-1. Есть. Окей. В остальном все вот так вот. На мой взгляд, это очень точный сейчас тир-1. Ну, по крайней мере, насколько я так смотрю. Окей. Всем спасибо за просмотр. С вами был Коутон. До сегодняшнего стрима. Субтитры сделал DimaTorzok.